Счет игры 4-3. На последнюю минуту вы забиваете этот коронный гол. Какие впечатления, эмоции, что можешь сказать в целом по игре о своих ребят? Было тяжело, потому что не все подъехали у нас. Ну, это ничего такого, может, и у Кастерина все подъехали. Но я в них верил до конца, особенно в двух людей. Ну, вообще во всех верил, ладно. Но два человека, в которых я особенно верил, сделали в конце все, все, что надо было. Ожидали ли вы то, что будет такая напористая игра и то, что ребятам, возможно, даже тяжело было бы вытащить этот последний мяч? Или думали, что игра будет легкой? Нет, ни в коем случае вообще. Ну, у Кастерина было миллион моментов, во-первых, сразу само об этом скажу. Но о них не реализовали, сами виноваты. Поэтому вот тот же момент, там показательный был последние две минуты, в пустые ворота левой ногой мимо попадают. Ну, вот за это и наказали, я думаю. Как в целом можешь ценить сегодняшнюю подготовку твоих ребят? Ну, со стороны ты же не играл. Что можешь сказать, в принципе? Десять из десяти. Ну, то, что было в группе, было гораздо хуже, чем то, что есть сейчас. Тут с Кастилей как будто все собрались, реально выдали все, что могли. Да, прогрессировали. Даже несмотря на то, что устали, ну, добегали. Так, а ждала ли ваша команда, что соперник во втором тайме буквально за пару минут соберется и начнет как бы активизироваться и начнет забивать голы? Было ли это ожидаемо или нет? Ну, я сразу сказал, что они могут быстро вернуться. Они быстро вернулись. Ну, там сколько, не знаю. За пять минут два гола, наверное, залетело. А вот второй тайм был для всех решающим. Что вы обсуждали на перерыве? Была ли какая-то другая установка? Как подбудрил ребят, чтобы наконец-то как бы вырваться вперед? Да просто верил в них. Ну, больше никак. Ну, и... Ну, что... Там нечего говорить, это... Я тебя умоляю. Ну, по сути, у нас, потому что не минщики играют. Ну, у нас, наверное, один человек, который прямо из миньки. Ну, все. А остальные просто... Надо в них верить, что они примут и отдадут. Все. Почему сам не играл сегодня? Я красную карточку получил. Так. С кем бы хотели встретиться дальше? И какие вообще планы, если прорветесь и выйти вперед? Так все известно же уже. Гоап дальше. Ну, а потом? С кем бы хотели бы играть? А, там МЧС или молодежка. Там... И там, и там будет сложно. Ну, то есть что с одними, что с другими. Поэтому... Считаешь ли их принципиальными соперниками вашей команды? Похило ли вам будет МЧС или молодежка? Слушай, ну, во-первых, у нас там... Ну, нет стабильной две четверки, которых мы уверены. Но вот за счет веры друг в друга, наверное, мы можем дальше пройти. И за счет вот этого желания. То есть, когда есть желание, неважно даже, против кого ты играешь. Это плей-офф в любом случае. Потому что, ну, как бы вот Кастильо Макаби. Что в зимнем неожиданность. Что сейчас 2-0 вели, конечно, подлетели. Ну, и тут же опять 4-3. Ну, поэтому... Главное верить и до конца играть. Со стороны глядя. Кого ты можешь выделить сегодня со своей команды, как лучшего игрока? Ну, и игрока, который вложился прям и вытащил команду. Блин, наверное, все. Ну, они прям все добегали. Ну, вот, то есть, я бы всех прям выделил очень сильно. Миша Серов очень себя показал. То есть, до этого мяч как-то принять даже не получалось. Говорил, Минька не его, а тут 2 забил. Еще на замахе 2 их положил. Ну, очень красиво. А так, все красавцы. Очень благодарен. Вообще молодцы. Просто здорово.